Всем привет! Сегодня я хочу вам показать свои любимые материалы для рисования карандашных эскизов. И конечно, как же без бумаги? Моя любимая бумага от Fabriano, 1264 года Fabriano Made in Italy. Мне очень нравится гладкая текстура, она достаточно плотная и на ней очень-очень приятно работать. Если вам важно сделать свой рисунок достаточно ярким, чтобы была градация тона, то я предлагаю вам разные варианты карандашей. Я не обращаю внимания на бренд, поэтому берите любые HB карандаши, очень мягкие карандаши. Например, я люблю использовать 2B, 8B, 7B и так далее. А если вы хотите добиться такого черного эффекта, сделать черной линии, то я предлагаю вам Pete Graphite Made Fabriano Castle 4B или 14B, потому что он делает реально потрясающий матовый черный эффект. А если вы не любите точить карандаши? Ну, знакомо ведь. Просто берете механический любой карандаш и используйте. Я чаще всего использую 0,5 или 0,35. С механическим карандашом вам никогда не придется точить карандаш, и всегда линия будет одной толщины. Ну а если я использую точилку, то использую такую электрическую, потому что мне лень точить карандаши ножами. А что касается растушевки, то самый главный мой инструмент – это палец. Жирный палец, который может оставлять следы везде, вокруг и на вас. В том числе. Особенно на лице. Если вы считаете использование пальца табу, то предлагаю вам растушевку бумажную. Она у меня никогда не точилась, поэтому она такая грязная. Но тем не менее, из-за того, что она грязная, ей легко набирать тон. Вы можете растушевывать и добавлять тон там, где хотите. Они бывают разной толщины, и их можно очищать, но я этим не занимаюсь. А если вы допустили ошибку, то вам пригодится, конечно же, клячка. Она очень легко снимает тон, и со временем, конечно, немного выглядит испачканной. Чуть-чуть. Но, несмотря на свой уродский вид, она все равно очень приятная, ей легко работать, и она очень хорошо убирает тон. Если же вам нужно убрать или сделать акценты в очень маленьких, тоненьких местах, то предлагаю вам ластик-карандаш. Вы можете менять у него стержни, а также менять толщину стержня, и использовать его для того, чтобы создавать акценты. Ну и, конечно, если вам просто все надоело, то вы можете использовать обычный ластик. Мы с Бураном хотим вам сказать спасибо, и ждем ваши комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok